При формировании повестки на предстоящее заседание Городской думы Нижнего Новгорода в ходе совместного заседания комиссии депутаты поставили под сомнение эффективность деятельности муниципального предприятия «Муниципальная недвижимость». Выяснилось, что оно наравне с Комитетом по управлению городским имуществом занимается реализацией муниципального имущества, при этом существует именно за счет реализованного имущества. При штате в 6 человек фонд оплаты труда предприятия в 2013 году составил 6 миллионов рублей. Когда продажу ведет КУГИ, вся сумма попадает в бюджет. Когда продажу ведет муниципальное предприятие, в бюджет попадает только 20% от прибыли этого муниципального предприятия. Особое беспокойство депутатов вызвало то обстоятельство, что на конец апреля назначен очередной аукцион по продаже муниципального имущества и бюджет получит только 20% от денег, которые будут выручены на нем. Реализуется имущество на 20 миллионов рублей, причем по заниженным абсолютно ценам. Мы посмотрели эти цены. И эти деньги идут на погашение долгов, которые наделало это муниципальное предприятие. Было принято решение досконально изучить данный вопрос. Мое предложение было провести контрольно-счетной палатой проверку данного муниципального предприятия. Было такое предложение с тем, чтобы посмотреть, вообще нужно ли такое предприятие, которое нам, извините меня, наделало долгов на 8 миллионов и за счет муниципального имущества, принадлежащего всем горожанам, погасить свою, ну скажем, неэффективность своей работы. Поскольку муниципальное предприятие не под контроль на городской думе, приостановить или отменить аукцион депутаты не вправе. Мы понимаем, конечно, что в правовом поле решение исключительно принимает глава администрации города Нижнего Новгорода. И это имущество уже предложено к реализации на 30 апреля, но поскольку есть вопросы, у нас, как у депутатов, есть единственная форма, соответственно, разобраться в этом вопросе, приостановить эту реализацию, это обратиться к главе администрации города Нижнего Новгорода. Депутаты хотят, чтобы имущество продавалось именно через прогнозный план приватизации, то есть прозрачно, понятно и, соответственно, аналогично, так же, как это происходит по другим объектам. Еще один вопрос, который вызвал бурную реакцию депутатов, это инициатива городской администрации перевести 3 миллиарда рублей из муниципального долга в долгосрочный облигационный заим. Как инструмент развития города, считают депутаты, перевод части долговых обязательств в долгосрочное муниципальное заимствование возможен, но в этом вопросе нужна крайняя осторожность. На этот раз Олег Сорокин проявил солидарность с коллегами. Ответственность за займы на сегодняшний день мы автоматически переносим на следующие составы городской думы, на следующих руководителей города. Например, я бы за такое спасибо не сказал, если бы мне, как главе города, предыдущий руководитель подарил долги, которые вернуть невозможно, либо, возможно, в ущерб дню сегодняшнему. Депутат Марк Фельдман высказался по существу вопроса еще более образно. На хлебные деньги Мерседеса не покупают, а потому депутаты сняли этот вопрос с повестки дня для того, чтобы к его решению подойти более взвешенным. Редактор субтитров А.Семкин